МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Позднее были знойдены нетленные мощи святого и передачены в свято-покровский храм для поклонения. Что год 31 мая до их проезжают не только жахары Беларуси, а леи из соседних краин. Поклониться заступнику и молитвеннику беларусской земли сбираются люди самых розных взрослых. Для каждого из них это не просто сарковное свято, а необходное данина памяти человеку, который все свое жизнь присвятил служению Господу. Многие верующие лечат, что мощи Иоанна Кармянского, как и в оголе речи, связанные с ним, полудуют шаруной силой и сдольные вылечивать разные хворобы. Отовсюду к нему приезжали совершенно не случайно, потому что святые для нас являются такой, знаете, связующей между людьми миром и Богом. И что самое важное, что самое главное, прошения, с которыми обращались люди к праведному Иоанну, как в дни его жизни, так и сегодня, они получают ответ. Мы просим его, он просит Бога, и Господь подает все просимое и необходимое для людей, все, что спасительное и молитвенно, и полезно. Туровский молочный комбинат поширает географию экспорта. У стадии распроцовки находятся контракты с Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. В связи с чем уходким часом плануется и повелечение вытворших махчимостей. На предприемстве, которое по выниках своей деятельности за минулый год занесено на областную дошку гонору, побывал Дмитрий Котов. Молодое предприемство Туровский молочный комбинат усяго за три годы своего иснования досягнуло значных выникал. Сегодня тут выпускают такие виды сыров, как моцарелла, рикота, маскарпоне и другие. Уси технологии вытворчастей отповидают европейским стандартам. На комбинате практически полная автоматизация, кроме отдельных узлов упаковки. Но так в целом все подается на транспортированных лентах с помощью дробопроводов, насосов. Ручной труд минимизирован максимально. Таких заводов автоматизированных по производству моцареллы и сыров, пасты, пилаты, их не так много. Мы одни из них. В первую очередь, когда предприятие начало свою деятельность три года тому, тут перепрацовывали 30 тонн молока за сутки. Сегодня уже больше за 200 тонн. Так и рост обумовленный некоторыми причинами. Первая очередь, популярность продукции Туровского молочного комбината на внешних рынках. Сырод гандлевых партнеров – Россия и Казахстан. Сейчас распроцовывается контракт с Азербайджаном. Продукцию комбината в худшем часе смогут попробовать и жихары объединенных Арабских Эмиратов. Улишивая такие опыты на внешних рынках, особливая увага на предприемстве контролю за якостью сыровины. Постоянно укладываются сродки в модернизацию лаборатории. До того же, специалисты проверяют сыровину и на фермах, еще до поступления на Туровский молочный комбинат. Наши специалисты выезжают непосредственно сельхозпредприятия. Работают на ферме вместе с ветврачами и зооинженерами. Поэтому прежде чем молоко зайдет на завод, мы качество знаем уже непосредственно на производстве. Поэтому вот такие результаты. То есть высококачественное молоко. У нас премиальные сыры, и мы не можем себе позволить брать плохое сырье. У Красавику этого года на предприемстве реализовали амаль 800 тонн сыра и попыт на продукцию протягивая расти. До речи на рахунку предприемства сегодня уже немало узнагород, сирот яких бренд года в Беларуси и лепшие очинные товары на рынку Российской Федерации. 15-й год был для нас очень успешным, потому что в 15-м году мы выпустили очень много новых видов продукции. Мы расширили линейку сыров рикотта, рикотина с наполнителями, со вкусами. Мы выпустили новый замечательный крем из сливок крем-чиз, который тоже вышел уже в линейку вкусов и ароматов. В этом году плануется запуск другой могутности Туровского молочного комбината. А в перспективе выход на 400 тонн перепроцовки молока за сутки. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» с Турова. Сегодня в Гомеле началась Республиканская олимпиада профессионального мастерства сирот наученцам медицинских колечов. На протягу двух дней будущие медицинские сестры, фельдшеры и помощники урачов будут демонстровать, чему их научили за три годы и таким чином подтверждать дольность своих научальных установ, арехтовать высококвалификованные кадры. С удельниками с поборництвом сострелись наши корреспонденты. Спочатку конкурс до полутора человек на место, потом три годы напруженной в учебу и урештая специальность медика среднего звена. За час своей деятельности только Гомельский державный медицинский колеч подрехтовал больше, как 20 тысяч специалистов, причем выключены теории тут не обмяжовываются. Практичные занятки начинаются уже на первом курсе. Вот им леку непосредственно у медицинских установок. Але подчас подрехтовки до Олимпиады с ею удельниками провели ящие и додатковые занятки. Мне кажется, за три месяца мы научились больше, чем за три года. Я хочу выразить огромную благодарность нашим преподавателям. Они внесли огромный вклад в нашу подготовку, потратили много сил. И мы тоже немножко подустали, но мы готовы. Мы еще поборемся за первое место. Республиканская Олимпиада профессийного майстерства сирот-навученцев медицинских колледжей – правопераемник, проводимых ранее республиканских конкурсов профессийного майстерства. Правда, у адрознений от предметных Олимпиад гэты с поборництва нияких перовах при поступлении у высшейшей навучальной установы не дают. Хоть стать переможцем усе ровно имкнется кожный удельник. Все лета гэта 48 человек из усих 16 медицинских колледжей в Беларуси. Задание мая на увазе демонстрацию ведау, отрыманных на протягу усих троха до навучанья. Задача – выявление талиновитой молоди и мотивация их до повышения профессийных навыков. А про чатагу необходимо проверить правильность стратегии, обранной медицинскими колледжами у подрыхтовцы кадров для так званого первичного звена – медицинских сестер, фельдшеров и помощников урачов. Современные тенденции в здравоохранении, что именно в первичном звене делается акцент на работу бригады, во главе которой стоит врач, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи и медицинская сестра. В принципе, вот в течение нескольких лет именно все первичное здравоохранение перейдет на такую форму работы. Олег Синцюру, Олеся Рудянкова, Игорь Марышченко, телерадиокампания «Гомель». У «Гомеля» отбылось профилактическое мероприемство по правилах безопасности жития деятельности. Оно было проведено супрацовниками Министерства по надзвышайных ситуациях Республики Беларусь в рамках республиканской акции «Не покидайте детей одних». Долучились до мероприемства так само представники Державного комитета судовых экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области. По трапезности в нашем наступном сюжете. Наступили долгочаканные летние каникулы. Ах, это значит, что зараз самый час яшчераз нагадать детям о правилах пожарной и особистой безопасности. Министерство по надзвышайных ситуациях Республики Беларусь инициировало республиканскую акцию «Не покидайте детей одних». Я егалонная мета – про стекавые сустречи, гульние конкурсы рассказать детям про небеспеку, якую могут нести у собе огонь и вода, а так само про то, чем могут обернуться детячие свободы. Батькам и громадскости у свою шаргу нагадать, шагом уже каштовать им гнение, коли покинуть детей без нагляду. Самая простая вещь – это не оставлять детей без присмотра. По большому счету нет никакой разницы, остается ребенок на полтора часа один или на десять минут. Были случаи, когда мама оставляет ребенка одного, выходит во двор на десять минут, чтобы повесить белье, и происходит пожар, какая-то другая беда. Есть случаи, и они, к сожалению, нередки, когда дети выпадают из окон. Долучились до акции так само представники Державного комитета судовых экспертиз Республики Беларусь Пагомельской в области. И они наглядно продемонстрировали детям макеты небеспечных выбуховых прилад и боеприпасов часов Великой Чинной войны. Ребята убачили модели палеоничных и боевых патронов, супрайтанковых и супрайспехотных мин и шматинчиха. У всех эти экспонаты были знозены у земли. Я не выкликаюсь, у школьников великое захопление. Однако детям необходимо заусюду память. Подобные знаходки несут серьезную погрозу житию. Это дети небольшого возраста, поэтому на данном этапе хотя бы просто показать, как эти предметы выглядят и что с ними первоначально необходимо сделать. В первую очередь нельзя их трогать, нельзя их бросать в огонь, забирать домой, а позвонить необходимо в органы милиции, МЧС. Подобные профилактичные акции будут сладиться и далее. Формы их проведения могут быть самыми разными, але головная идея застаётся неизменной. Примусить детей и их батьков серьезно задуматься над этой житево важной информацией, как в дальнейшем никогда про ее не забывать. Вероника Ворошилина, Настасия Кучинская, Валера Игапанько. Телерадио компания «Гомель». Эти и другие новинки вы можете найти на нашем сайте и интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шибукова. Усего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова